Участник ДТП под Налинском перевозил людей без лицензии, а поджигатель дома в Котельниче предстанет перед судом. Подробнее об этих и других событиях в нашей рубрике происшествия. Поджигатель жилого дома предстанет перед судом. В прокуратуре Кировской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Республики Узбекистан. Его обвиняют в поджоге жилого дома в Котельниче еще в июле этого года. Тогда, 10 числа, мужчина распивал спиртное со знакомым. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый топором расправился со своим приятелем. Потом поджег квартиру. В результате вспыхнул весь дом. Собственники остальных квартир оценили ущерб почти в полтора миллиона рублей. Виновник ДТП под Налинском занимался перевозками нелегально. Об этом сообщает ТАСС. ДТП произошло 26 октября. 47-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» выехал навстречу и врезался в ВАЗ 14-й модели. Водитель ВАЗа и три его пассажира, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Водитель и семь пассажиров «Форда», а также восьмилетняя пассажирка ВАЗа получили травмы. Как сообщили информагентству в региональном министерстве транспорта, водитель микроавтобуса занимался перевозками по маршруту Киров-Яцкие поляны. Однако соответствующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа у него не было. В отношении водителя «Форда» возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Заслуженная артистка страны Лидия Велижева устроила пьяный дебош на борту авиарейса «Москва-Тель-Авив». Велижева кричала пассажирам, что они, цитата, плебеи, а она актриса. Как сообщают очевидцы, нетрезвая. Актриса говорила, что купила билеты за 200 тысяч рублей, а не как все остальные по акции. В итоге бортпроводники вызвали полицию. Женщину вывели из салона, в результате вылет пришлось задержать на два часа.